всем привет ребята сегодня мы устанавливаем обналичку вот эта дверь у нас уже стоит ну 10 лет точно без обналички то у нас не поспаклевано то у нас полонит то еще чего-нибудь короче говоря пришло время устанавливать обналичку обналичка тоже ждет высохло звенит как не знаю значит сейчас мы что будем делать с этой стороны установим с этой стороны установим потом сверху я положу рейку все это прикручу естественно отмечу сделаю не просто вот так вот напрямик а сделаю как говорили раньше на ус и будет все нормально значит еще смысл какой вот здесь вот штукатурка подходит и здесь немножко как вам сказать она выступ штукатурка выступает сюда вовнутрь больше чем сама коробка ну так получилось то есть получится если мы прижмем обналичку вот здесь вот саморезами там еще чем-то покажи сюда пожалуйста товарищ оператор покажите на вы видите щелочка получается вот прям вот вот так показывай вот она получается щелка вот ну моя супруга оператор в одном лице говорит пойдет туда пойдут у на собой поэтому я вот так делать не буду а для того чтобы сделать вот так давай немножко вот так для того чтобы вот так сделать нужно отмечать карандашом и вот это место все потихоньку потихоньку снимать но для представляете сколько пыли будет как обычно ну вот это конечно уберем это дело вот обналичка немножко будет под углом может даже и красивее каждому свое как говорится овчинка выделки не стоит чтобы пылить нужно сделать как можно меньше затрат чтобы было человеческих трудозатрат и денежных затрат да и что я что хочу сказать 10 лет без обналички мы уже можно привыкли без обналички 10 лет и без обоев простоит так что давай делаем уже как есть короче через десять лет мы уже конкретно надеюсь если владимир владимирович нам не поднимет еще на 5 лет пенсию то мы будем на пенсии так вот обналичка с одной партии потому что у нас разное бывает я вот так прикладываю в наличку как положено и у меня получается что она вот так вот дугой то есть вот в этом месте расстояние больше чем внизу вверху но это все исправимо то есть нужно здесь сверлить прикручивать саморезом вверху потом пониже натягивать а там убирать ну то есть вы сейчас все увидите вот вы сейчас видели я просверлил 5 отверстий вот они раз два три 4 5 почему так много а потому что выгнутая наличка и мне ее придется тянуть можно конечно было бы даже на два самореза посадить но если бы она ровная была ну максимум на 3 я делаю на 5 для того чтобы ее вытянуть толщина моей обналички ну сейчас я вам скажу толщина ее 11 с половиной миллиметров до 11 с половиной поэтому длина саморезов которыми я буду ее приворачивать дверной коробки где-то 32 нормально 32 миллиметра то есть 11 с половиной сама толщина и войдет еще в коробку где-то 20 миллиметров все устанавливаем а вот и я цветов на лариса шутит так так поближе где снимай нет я правду ближе снимать и смотрите вот где-то миллиметра 45 я от края коробки до обналички и вот идем вверх за пальцем идем 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 видите она куда ушла теперь мне нужно вот я на два самореза прикрутил вот 12 вот показывать вот 12 и теперь мне просто в наглую и надо туда толкать натягивать натягивать да так вот я поближе покажи видите я одной рукой толкал 2 натягивал 3 хотел сказать 3 нету и заворачивал вот теперь вот это расстояние получилось более-менее ровно ну за рукой за рукой цели за рукой а вот там внизу вот видите здесь опять шире то есть надо в эту сторону затягивать туда натягивала здесь вытягиваю так а теперь вот приготовимся ну что мне даже в одного не получится натягивать это же всегда бою до обоюдный процесс что-то на что-то не получилось нормально теперь смотрите сам низ обналички я почти поставил почти на ламинат но оставил здесь два миллиметра это для чего для того чтобы температурное расширение чтобы она друг за друга не цепляла и не и не царапала многие делают сюда подводят при плинтус но у меня плинтус подойдет вот сюда поэтому сделаем вот так вот теперь еще рассмотрим видите как все более-менее ровно ну там плюс минус пол миллиметра миллиметра если она будет туда-сюда все нормально вот здесь вот наплыв большой то есть она вот так будет ничего страшного все это мы подгоним подгоним у 10 меньше наплыв это вот кто-то штукатурил так вот руки бы ему оборвать мне наверное ладно делаем вторую сторону вот смотрите видите обул башмаки чистые мой главный инженер меня заставил обуться говорит соблюдать технику безопасности ну права на чу так вот этих двух сейчас выберем самую ровную да ну вот это вот это более-менее ровно да и сюда она легла отлично теперь мы что делаем теперь мы верхнюю планку сейчас вот из этой вырежем вот из этой штучки видите даже еще и даже еще не могу вместить углы мешают так ну ребята выпилил я верхнюю обналичку вот так вот и мне сейчас нужно чтобы красиво было обрезать вверх вот так и низ также вверх и низ для того чтобы попасть не надо ее туда засунуть вот видите она у меня подходит для того чтобы туда подсунуть а вот здесь все-таки наплыв большой придется его сбивать видите вот этой обналичкой я как бы прижал прижал верхнюю обналичку и теперь остается прочертить посмотрите как получилось поближе показал вот планка вот она идет ровненько по коробке и идет с этой стороны также теперь я вот эти места очерчу здесь и здесь чтобы потом прочертить ровную линию вот на этой вот потом я эту штуку перенесу наверх и прочерчу уже точно чтобы у меня не было никаких зазоров вот у меня одна линия тут плохо ее видно самый краешек вот старая тут мне надо четко прочертить диагонал сложность в чем заключается вот эти уголки неровные они как бы завалены и поэтому можно уйти поэтому надо точно стараться точно все сделать вот теперь надо эту штуку поддержите товарищ оператор вот так приложить вот так это на прикручке открутить на место приложить и отметить на это потом открутить отрезать и опять приложить подтянул одну теперь вторую кульминационный момент длинные саморезами короткими не возьму так устанавливаем верхнюю планку тут нам понадобится более длинный саморез потому что надо уже две толщины как бы придавил чтобы она немножко под дугой было чтобы здесь лежала вот она это называется ус вот она рыба твои мечты да вот это вот так будет смотреться со стороны и вот эти верхние как их назвать ну торчат куски обналички это срежется и все должно встать на место так вот я обналичку снял сейчас я ее пилю вот видите у меня края все я отпилил как мне надо и теперь вот это вот часть вот коробка и вот штукатурка со шпатлевкой и она штукатурка как бы выпирает сюда обналичка ляжет совсем уж будет изогнутая и вот мне нужно ее сейчас прикрутить обналичку начертить как я вот здесь начертил и немножечко стесать грязно будет но зато правильно вот видите я прикрутил чтобы здесь щели не было зато здесь получается пальцы залазит сейчас прочерчу вот и по этой линии надо будет все снимать стесывать а а а а а а а а ну вот видите ребятки щели вообще нет то есть сбил здесь придется немножко подмазать здесь обналичка подойдет сейчас я буду устанавливать все увидите ну что устанавливаем боковины а потом вверх боковину начинаем устанавливать первый саморез заворачиваем здесь ну чтобы выдержать расстояние и потом по уже вот этому расстоянию вниз будем ровнять чтоб вверх вошел сейчас все увидите так свободно видите свободно не затягиваем до конца стараемся попасть старое отверстие устанавливаем вверх если один миллиметр куда-то ушло ничего страшного никто не увидит это практически идеально ровно ну все ребятки обналичник установлен сейчас я вам покажу видите с этой стороны стоит все стоит много саморезов это потому что он немножко поведенный а таких обналичников продается большинство потому что делают не совсем сухого материала вы здесь вот видите практически щели нету здесь вот немножко надо будет отметить карандашом вот так и когда я буду ее красить обналичку я вот это лишнее вот на этой верхней обналичке сниму потом вот этот карандаш он потому что лаком не закроется надо будет и вот она сторона с этой стороны видите щели нет потом все это подмажется с этой стороны практически нет щели все а дальше вы ее можете хоть в белый цвет красить хоть под лак я буду под лак делать вот эти вот саморезы закрою например стружки наберу подмажу а потом зашлифую и лаком покрою все будет отлично дверь установлено и и Субтитры создавал DimaTorzok